всем привет и снова здравствуйте в этом видео я хочу рассказать о том как привлечь людей на свой канал как развить свой канал я смотрела недавно видео блогера блог толстяка и он рассказывал как стать блогером и я решила тоже типа сделать что-то такое интересное похоже со своими мыслями короче я думаю так для того чтобы стать блогером это несложно просто снимаешь и загружаешь видео но чтобы люди смотрели тебя я считаю надо быть искренним если вы искренне и рассказывать на те темы которые вам интересны то вас будут смотреть но еще надо оказаться в нужном месте в нужное время вы можете снять миллион видео находясь в своей стране может быть через несколько пять лет вы соберете публику которая будет вас смотреть но как в анекдоте знаете сейчас расскажу вам одна пара разбогатела у них спрашивает а как вы разбогатели ну начале мы приехали в другую страну купили один помидор помыли грязный помыли дешево помыли его продали дороже или два помидора помыли продали или три помидора помыли продали а потом говорит мы получили наследство от богатого дедушки вот точно так же короче надо и здесь то есть сейчас возьму пакет другую руку сначала вы снимаете снимаете видео просто снимаете и вылаживаете если вы публичный человек вам нравится быть на публике вы просто снимаете показываете что-то там как я мне нравится показывать свою жизнь ну я не знаю почему но я люди скрытные как говорится сидят за закрытыми заборами а мне нравится открытый забор короче и вы просто для начала снимаете 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 и потом вы бац и едете куда-нибудь типа польши там в америку любую страну и вы там уже снимаете и уже получается вас к вам уже больше интерес потому что люди тоже хотят туда поехать и жить там как моем случае и вы когда становитесь более известным но я заметила что у многих блогеров даже несмотря на то что они в америке или у польши немного подписчиками немного зрителей основная причина это такая несоблюдение основных правил ютуба во первых надо название писать такое чтобы она не начнем с названием канала название канала должно соответствовать региону я считал вы можете назвать пупсик мупсик буксик но никто вас под этим ником не закончат искать смотреть то есть название канала должно быть соответствует региону когда я была в украине мне была украина там чернига в мэрии когда я переехала в Польшу, я переименовала канал. Ну, часто менять нельзя канал, конечно. Ну, название имею в виду, потому что люди теряются. Но я переименовала канал, назвала Украина, Польша, Мэри. То есть Украина, Польша я сейчас, и Мэри, типа, ну, меня Марина, конечно, зовут, но Мэри так оно мне прилепилось, и я так себя назвала. Потом каждое видео должно быть четкое название, и передавать смысл того видео, либо какой-то юмор. Ну, я не знаю, но самое главное это, что это должно быть опять региональное, так как я пишу все время Польша, потому что я сейчас в Польше. То есть по региону люди уже смотрят Польшу, им интересно Польшу, они смотрят такое видео про это. И главное еще один на этот фишка не обманывать, во-первых, потому что на Ютубе запрещено писать ложные названия, то есть вы там пишете какой-нибудь заголовок яркий, бросающийся, а в видео там, ну, другое совсем, то это приводит к плохому эффекту. Ютуб сам не поддерживает такие штуки. Плюс еще надо писать ключевые слова. Вот идет название, потом описание, а потом ключевые слова, метатеги. Это кто в копирайтинге написание текста завязан, то знает, что это ключевые слова, по которым находит. Это когда в поиск в Яндексе или в ГУК вводят слово, там, работал Польша, и выдает тогда видео ваше, если у вас есть видео, такие метатеги. Их, я знаю, надо писать обязательно, без них снимают монетизацию, там, ну, Ютуб. Просто я уже это сама немножко узнала. Ну и главное, что я же говорю, что вы, если вы гоните столько за деньгами, то этого не получится, денег не получится, потому что тут должна быть ваш азарт, ваш интерес. Как мне, мне интересно рассказывать, вот, болтать без умолку, просто снимать. Ну, я от этого кайфую, надо от этого кайфовать. Тогда будут люди смотреть, им интересно, потому что у вас реальные эмоции. И плюс еще надо часто пока видео снимать. Если вы будете редко снимать, у вас не будет подписчиков, вас забывают, отписываются. Ну, вот так вот. Ну, еще такой, эта фишка, конечно, там, прислушиваться к зрителям, что пишут там, но сильно не вестись, типа, на всякие авантюры, типа, того, что, вот, у вас там плохие видео, я отпишусь. Вы снимаете то, что хотите, это ваше дело, что снимать. А зритель имеет право как смотреть, так и не смотреть. Это его личное право. То есть не надо никому подстраиваться, там, извиняться, там, прям, извини я тебя. Это ваша жизнь, ваше право. Ну, я как, типа, фух, как на духу, типа, выучила. Такая красота, короче, конечно, вообще. Но руки подмерзают. Хоть я, ну, так, курточки, но руки немножко подмерзают, я их прячу. Вот такие-то пирожки. Так что снимайте, будет вам счастье. Делайте интересное видео, каналы. Я сама люблю смотреть. Я, ну, смотрю блог Толстяка, поляки Союза, Светлана, USA. Потом наши семейные истории, там, четверо деток в семье. Ну, они в Америке живут сами. Я не помню, с какой страны. Ну, они иммигранты. Потом я еще смотрю, Надя, USA, Колорадо. Она замуж вышла за американца. Я тоже хотела замуж за американца выйти, но пока не нашла. В брачное агентство обратилось. Возможно, в мае будет встреча с американцами через это агентство. Я не знаю, пригласят меня или нет. Потому что девчонок у нас много, все молодые, красивые, активные. Ну, посмотрим. Если будет что-то, я буду вам показывать. Потом, Колорадо еще смотрю. Забыла это название каналов. Ну, такие основные я рассказала. Ну, иногда в Самвеле Ад смотрю. Иногда. Бывает, что мне неинтересно. Бывает, что интересно, когда он своим котом там. Он оперный певец, и с котом там рыжим балуются на камеру, посылки открывают. Ну, интересно ж, прикольно ж посмотреть. И это такой веселый парень. Кто еще, кто еще. А, субъективно об Америке еще иногда смотрю. И все, главное, блогеры, которых я смотрю, все разные. То есть, они все настолько разные, что у них даже общего, ну, практически мало. Ну, поэтому и интересно смотреть. Иногда там попадаю на какие-то каналы случайные. Ну, не знаю. Иногда смотрю, иногда не смотрю. Ну, вот это основные, на которых я подписана и уже смотрю их вот давно. Все, друзья. На этом буду заканчивать это видео о том, как стать успешным блогером. Я по-любому стану успешным. Я знаю это. И я знаю, что у меня все будет супер-пупер, как я хочу. Только если определиться еще, как я хочу. Ну, вообще было бы классно. Короче, я кайфую. Даже когда у меня нет денег, я себя чувствую миллионером. Я не знаю, почему. Ну, так уже я устроена. Даже, я же говорю, у меня есть видео, где-то миллионер с гривной. Как стать миллионером с гривной в кармане. Так вот, я себя чувствую всегда богатой. Всегда. Все, и вам того же желает. Всем пока. Солнце светит прямо в глаз.